Вопросы расширения деятельности женщин-предпринимателей, защиты их прав и обеспечения достойного труда обсуждают сегодня в Баку в рамках конференции развития женского предпринимательства «Проблемы и перспективы». Мероприятие организовано совместно с Государственным коммунитетом по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана, Министерством экономики и Конфедерации предпринимателей Республики. Участники мероприятия коснулись вопросов государственной поддержки, оказываемой женщинам-предпринимателям, поиска новых направлений для их деятельности, просветительской работе в этих направлениях. В ходе конференции с участием государственных деятелей и предпринимателей Азербайджана, а также иностранных гостей, было отмечено, что в Азербайджане женщины представлены во всех сферах общества, в том числе в технической и финансовой. В 2002-2015 годах более 3500 женщинам были выданы льготные кредиты на 55 миллионов монадов. Также было отмечено, что в последнее время наблюдается тенденция увеличения экономической активности среди азербайджанских женщин. В частности, в последние два года количество занятых предпринимательством женщин выросло в два раза. Если раньше существовали определенные стереотипы, связанные с выбором профессии женщинами, профессии делились на женские и мужские, сейчас же год из года растет количество девушек, обучающихся техническим профессиям, менеджменту, экономике. Это очень радует нас. Устранение гендерных стереотипов и правильное управление профессиональным разделением – очень важные факторы сегодня. В результате осуществляемой в Азербайджане работы по повышению статуса женщин в обществе, заложенной еще первым президентом вашей страны Гейдаром Алиевым, мы видим, что женщины в Азербайджане достигают больших успехов во всех сферах. Нам известно, что в 2016 году исполнилось 10 лет со дня создания Государственного комитета Азербайджанской республики по проблемам семьи, женщин и детей. Наличие специальной государственной структуры, которая действует в данной области, подтверждает политическую волю вашего президента и правительства по поддержке женщин страны.